В чемпионате России начался 10-й тур. Рассказываю о результатах свободных матчей. Посмотрим расписание, посещаемость и текущую таблицу. Урал уступил Ахмату 1-2. Хазьево поле проиграли второй матч подряд. Ранее Екатеринбурж соступили в Кубке ЦСКА. На 90-й минуте Бериша принёс победу гостям и открыл счёт своим голам в сезоне. Стоит отметить, что Ахмат не проигрывает 6 очных встреч. Игру посетило 2888 зрителей. Торпеда победила ЦСКА 1-0. Армейцы получили первое поражение за 7 игр. Серб Шапич забил впервые. Напомню, Торпеда добыла первую победу в сезоне, одолев в Кубке России Сочи. Итого у команды 2 победы в 13 матчах. Игру посетило 8395 зрителей. Ростов победил Крылья Советов 2-1. В этом году, в апреле, ростовчане взяли верх с минимальным счётом. В составе победителей на первой минуте забил Байромян. Полос отличился во второй игре к ряду. Хазьево поля не уступают 12 матчей. Ни единого поражения в новом сезоне. Игру посетило 5200 зрителей. Динамо уступило Зениту 0-2. Игру обслуживал Сергей Карасёв. Голы забивали Мостовой и Мантуан. На этой неделе петербуржцы прервали 15 матчевую беспроигрышную серию. Случилось это в Кубковой игре с Крыльями Советов. В чемпионате страны команда Симака не проигрывает последние 9 матчей. Напомню, в прошлом сезоне была ничья и крупная победа Зенита 4-1. Игру посетило 22361 зрителей. Краткий итог. Первой части тура игры посетило 38000 зрителей. Забито 9 голов. Воскресенье. 18 сентября. Нижний Новгород сыграет с Оренбургом. Краснодар-Химки. Сочи-Факел. Спартак-Лакомотив. Лучшие бомбардиры и ассистенты. У Промеса 8 мячей. Спертиан на Боа забили по 7 голов. Соболев, Медина, Малком имеют по 4 передачи. К ним присоединился Уткин из Ростова. Турнирная таблица. Зенит 1-й. 26 очков. 8 побед. 2 ничьи. 0 поражений. Лучшая разница голов. Плюс 26. Ростов вышел на вторую строчку. 22 очка. 0 поражений. ЦСКА 3-й. 20 очков. Команда потерпела второе поражение за 10 туров. У Краснодара 17. У Динамо. Спартака. Сочи по 16. Ахмат победил, но остается на 8-м месте. 14 очков. Во второй части таблицы Нижний Новгород, Крылья Советов, Локомотив, Оренбург, Химки, Факел, Урал и Торпеда делят последнюю строчку. Ставьте нравится. Рекомендую рейтинг УЕФА. Услышимся!